Привет всем любителям пива, с вами Янка Алка и у нас сегодня не обычный обзор, а слепой тест на портер из Беларуси. Портер элитский мы имеем, пивная карта портер от крыльницы и портер оливария стандартная. Если честно, обычный портер от крыльницы, по-моему, они уже перестали его делать. Я за вот этим портер 820 бегал по всему Минску, не мог его нигде найти. Вообще портер почему-то в этом году сменились на вот эти калядные отсюда и прочие новогодние мандариновые истории, а портеров простых нормальных портеров почти нет. Единственное, что да, оливария есть везде практически во всех магазинах. Так, начинаем, стартуем. Подписаны бокалы, сейчас жена нальет, а я попытаюсь рассказать о самому интересно, что получится. Так, ну что, две минуты прошло после того, как налито пиво. Пена только в этом экземплиаре. Так, ну здесь кофейна. Вообще вода водой, запах где-то очень далеко по цвету. По цвету. Самое зомное вот это, наверное, все-таки, наверное, это портер крыльницы будет. Вот это два пустых по аромату. Здесь вообще как будто вода плохая какая-то. Вот этот сразу по аромату, по цвету, скорее всего, портер краничный. Здесь вода какая-то плохая. Так, давайте пробовать на вкус. Давайте наносим все-таки жидкого само. Как мне кажется, жидкого. Сладко. Очень-очень сладко. И спиртуозность. Мне это вообще не нравится. То есть я вот это вот не покупал бы. Второе. Тоже пустоватое. Более насыщенный вкус. Здесь уже есть и горчинка. Мне вот это интереснее. Это уже более полный вкус в нем. Как ни странно, мне кажется, что это риское. Вот это совсем никакая оливария. Ну, посмотрим. И вот это хранится, как мне кажется, что это хранится. Единственное, где есть пена, жженочка. Плотно. По вкусу, ну да, оно плотнее, но по вкусу вот этот вот первый и третий вариант. А по номерам это третий, наоборот, и первый. Вот это номер три, это номер один. Только здесь только плотности больше. Это достойный вариант один и второй тут. Сладковатый. Ну, давайте, вот это выставим. Вот это первое. Это последний. Это второй. Вот так. Вот этот я бы последний. Номер два. Я бы вообще его не покупал. Фигня. Вот эти практически два равнозначные, но тут немножко, вот видите сами, и пена интереснее, и аромат гораздо интереснее. На вкус более полнотелый, намного не выпьешь его. Ну, мне кажется, это будет портер от кальницы. Ну, хотя, сейчас узнаем. Номер один было написано. Да. Потом оливария, а потом лицкая. Вторая оливария? Да. А третья лицкая? Да. Так, третья. Так, первая. Третья. Третья. Офигеть. Это лицкая портер. Это единственная, у которого есть пена. Первая. И третья оливария. В общем, оливарии не покупать получается. Пивная карта. А почему, смотрите, пивная карта и лицкая темная. Офигеть. Чего она кажется плотнее? Он реально плотнее. Так, здесь у нас экстрактивность, 8,5 алкоголя, экстрактивность 20. А в лицком 16. В общем, офигеть. Вот такие результаты. Оливария, кстати, угадал. Не знаю, почему я так решил, что именно оливария. Это, возможно, за воды этой специфической. Никакой абсолютно. Портер. Двадцатка эта не пахнет, потому что 16 кат лицкого портера. А, да, самое приятное. Давайте вот так. Лицкая портер. Сейчас пойду выставлять оценку в Антапте выше. Оливария пойду снижать. Пивная карта, я не помню, выставлял или нет. В общем, оливария я бы вообще отсюда убрал и не рекомендовал бы. Вот, элитский чемпион. Причем можно взять, смотрите, ну, конечно, позорненький 0,9, не литровая, но... Ну, вот, вот, прекрасный обращик. Пивная карта тоже ничего, но он какой-то менее, менее и аромат выражен, и вкус. Более пустой, хотя двадцатка. Ну, вот так. Ну, и оливария, портер оливария, говно. Оливария, портер, вот, говно. Класс и класс. Блин, вот такие вот пироги. Странно. Но, это слепой тест. Ничего другого я менять не буду. Всем пока, подписывайтесь на канал, если зашло, то будем снимать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok